так делал организатором так я тогда подключаюсь я включаюсь так меня видно слышно все хорошо ну все поехали тогда доброе утром дорогие мои ненаглядные слушательницы рад вас приветствовать в солнечный осенний день и мы продолжаем наше занятие в рамках евразийского художественного союза живая фотография нашу замечательную школу фотография сами понимаете репортаж вашей жизни ну и я ее автор и ведущий евгений иванович блинов член творческого союза художников россии ну а себе особо не буду у после московского авиационного института закончил институт журналистского мастерства по факультету фото журналистики занимался и наукой и фотографией печатался продолжаю выставляться 2009 года член творческого союза художников россии вот и с радостью продолжаю передавать свои знания для того чтобы лучше люди понимали что такое искусство фотографий и как в этом искусстве фотографий найти себя и быть очень хорошим мастером дети у меня на учатся взрослые учатся и результаты они в общем то есть ну и мы продолжаем путешествие в историю на фотографии и сегодня у нас тема фотографы российской империи это очень интересная казалось область куда я влез на посмотрел по изучал продолжаю пополнять на этот список они фотографы российской империи первопроходцы в области фотоискусства которые в россии себя очень сильно зарекомендовали искусство фотография в россии она развивалась стремительно и уже в 1880 е годы появился жанр публицистического фоторепортажа и первый профессиональный журнал на этот 1880 и русские фотографы всегда участвовали в международных выставках и получали очень престижные награды ну и по порядку первый русский фотограф это алексей греков история российской фотографии она начинается конечно с имени изобретателя и первого фотографа алексея федоровича грекова он родился в 1800 году в семье мелкопоместного дворянина ярославской губернии любопытно что первые свои опыты по светописи вот тогда именно так называлась в россии фотографии и свою первую книгу о металлографии он начал еще в костроме в 30-е годы прошлого века по уже позапрошлого века он служил в ярославской губернии уездным землемером а затем познакомившись с типографским делом гравер тогда гравер греков участвует здесь в оборудование губернской типографии в ярославле и практически почти параллельно с известными французами дегером и ньепсом которые нашли способ закрепления светового изображения на серебряной пластине где-то 19 августа 1839 года это вот дата она считается как дата открытия фотографий алексей греков самостоятельно весной сорокового года добивается путем многочисленных опытов еще более прочного изображения на более доступных карточках из меди и латуни и вот в это время он работает уже в москве помощником издателя московских ведом ведомостей в университетской типографии и статьи свои о изысканиях он публикует в самых известных столичных журналах и уже в 1840 году он впервые произвел удачные опыты по получению оттисков и на бумаге о чем сообщил в париж французским мудрым академиком таким образом вот алексей греков он стал первым в россии кто применил фотографию в полиграфии вот интересный портрет грекова полиграфист алексей греков остался в истории как пионер портретные фотографии изобретатель российского фотоаппарата он первым из русских мастеров освоил способ получения негативного изображения на бумаге колотипию такой называем ну и вот после открытия французом дегером и дегеротипе греков сделал ее более доступной а само изображение более прочным то есть вот настолько был такой прогресс и он изобрел первый фото пара и написал пособие о том как им пользоваться а еще изобретателю удалось получить на бумаге первые фото портреты а к лету сорокового года он даже открыл в москве свой художественный кабинет ну как у нас сегодня это сказали бы фотосалон он открыл художественный кабинет портретные фотосъемки первый в россии вот как выглядел на этот его замечательный кабинет он очень много снимал портретов разных людей вот греков сам изображен на фотографии о нем очень много писали писали и книга о нем даже вышла следующий фотограф это фотограф их императорских величеств сергей левицкий это еще один первый проходится русской фотографии сергей левицкий вот свои первые снимки начинающий фотограф сделал во время экспедиции на кавказ 1842 году и вот после этой поездки когда он там уже начал фотографировать он оставил службу в канцелярии и полностью посвятил себя фотографии то есть он ушел просто в творчество и во время путешествия по риму он сфотографировал русскую общину этот снимок единственный на котором был запечатлен николай гоголь и левицкому также принадлежит коллективные фотографии авторов журнала современник на с иваном тургеневым дмитрием григоровичем львом толстым николаем островским и иваном гончаровым ну вот портрет левицкого гоголь и портрет гоголя а это портрет тютчево причем ну я как бы хоть и исторические вещи рассказывают показывают я немного буду застрять ваше внимание почему я это и делаю в лес в историю я просто хочу показать первое как делались эти снимки какой был фон чаще всего это фон был тип как бы нарисованного какие предметы использовались при съемке и все все повторяется все повторяется я это к тому что и чтобы у вас глаз как бы присмотрелся и вы поняли что портреты замечательные можно делать настолько интересно как и делали мастера и вы такие же мастера были и будете николай гоголь в группе русских художников в риме ну вот здесь очень интересная вот эта вот композиция мне нравится эта фотография нравится тем что вот всю компанию усадили посадили расставили так чтобы был виден каждый и каждый как бы вот ну у более-менее свое выражение лица какое-то вот общение вот интересно вот эти вот групповые снимки но в то же время обращайте внимание какой фон герцен а вот этот портрет герцена он известен и на публикации в журналах в книгах и вот эту фотографию наверняка этот портрет вы помните вот на снимке и лев николаевич толстой молодой санкт-петербурге лирицкий держал дагеротипную мастерскую и одним из первых он начал делать фотографические коллажи и ретушировал негатива в сорок седьмом году по его эскизам с сконструировали камеру смехами ну гармошка которая облегчила на фокусировку и снизила естественно вес аппарата и в объективе лирицкого были николай 1 мария александровна александр 2 другие царские особы и фотографа запечатлел четыре поколения монашей семьи семидесят семь седьмом году левицкому его старшему сыну льву который работал вместе с отцом присвоили звание вот звание просто изумительно фотографы их императорских величеств насколько вот звание такой красиво звучит император вот на следующей фотографии будет император александр 2 и императрица мария александровна вот посмотрите внимательно вот на этот снимок на вот первое фон фон простой да вот здесь на простой фон кресло комод красивый вот и вот как это вот сделано то императрица сидит в кресле на император облокотив 6 на комод и их верный пес в ногах семья на императора александра третьего вот интересно вот эта фотография император александр 3 со своей семьей со всеми своими детьми причем сразу понятно что это в фотостудии сделано задний фон простой вот обычный фон который был в тем где был в те времена а вот эти уже на портрет этим дальше александр 3 с женой тремя старшими уже другой интерьер но вот интересны вот эти вот фотографии которые делались в те времена и автор первого фотоальбома андрей деньер андрей или генри деньер он тоже работал в петербурге в сорок втором году он стал вольно приходящим студентом в императорской академии художеств на курсе исторической живописи у карла брюлова но и в то же время он увлекся фотографией а после окончания учебы он великий художник как сказать он открыл дагеротипное заведение художника деньера ну то есть открыл попросту говоря свою фотостудию на невском проспекте и в 60-х годах успешный фотограф портретист уже занимал призовые места на выставках и выступал на них экспертом а в 60-м году и был удостоен даже звание тоже такого же великого звания фотограф его императорского величества вот интересная на фотографии группы русских художников ну вот мне очень нравится вот эти вот групповые снимки причем как бы разные позы из из и стоят и сидят и полулежа и почти спиной повернувшись но вот эта группа она какая-то естественная как бы вот общение между ними происходит в данный момент и в этот момент фотограф их запечатлел андрей деньер первый сделал фотоальбом со снимками деятелей искусства на 65 году вышло даже его издание на 12 изданий альбома фотографических портретов известных лиц россии он запечатлел тютчева аксакова фета тараса шевченко и в те времена андрей деньер всегда экспериментировал с фотографирование он работал с витротипе это фотографии на стекле и также мастер он принадлежит метод который назвали эффект деньера это фотограф печатал изображение с двух негативов ну это очень было популярны потом потом уже на способ с с двух негатив и так далее он таким способом добивался мягких и нерезких контуров и вот интересная фотография была сделана джигиты ну вот портрет портретом да первое какие лица обратите внимание в чем одеты ну то есть вот простой народ да какая обувь там какие-то ботинки какие-то лапти даже босоногий джигит есть вот андрей деньер фотография на тургенева вот эта фотография тургенева да сделаны пятьдесят девятом году она известна вы ее видели в журналах в книгах тарас шевченко ну вот он много снимал шевченко и вот как бы в основном таком тулупе это вот снимок сделаны студии вот обычный фон такой ровный спокойный шевченко горький писатели того времени шевченко в своей шубе князь голицын ну мы слышали знаем князя о князе голицын но как он выглядит вот наверное редко то можно найти такие фотографии князя голицына но может быть чистоисторически где-нибудь они есть но мне было очень интересно на вот я нашел такую фотографию голицына на которую сделал диньер тютчев очень интересный портрет но в принципе тоже известный такой я когда смотрел на этот портрет я вспоминал что конечно я портрет видео первый русский уже фото художник андрей карелин в детстве будущий основоположник художественной фотографии андрей карелин учился иконописи и способного ученика из тамбова направили в санкт-петербург в императорскую академию художеств а после выпуска карелин стажировался у михаила настюкова официального фотографа будущего государя александра третьего шесть девятом году андрей карелин открыл собственный фотосалон в нижнем новгороде то есть уже фотография пошла из питера и по россии в нижнем новгороде он делал портреты герцога эдинбургского художника верещагина музыканта арубинштейна ученого дмитрия менделеева и других известных личностей и карелин часто экспериментировал с фокусным расстоянием и глубиной резкости благодаря чему добился естественности и соразмерности деталей он снимал на расстоянии 7 метров то есть это далековато не теряя при этом четкости изображения в семьде шестом году за изобретенный особый способ фотографии мастеру присвоили звание фотографа императорских академий художеств еще одно название еще одно звание интересное вот интересный портрет карелина и много было портретов на его и вот интересный портрет карелина вот в такой но такой как бы композиции с книгами кабинет как бы кабинет в кресле он много кто снимал вот таких жанровых сцен у окна обратите внимание вот дорогие мои вот когда вы когда я смотрел эти фотографии господи как все просто и я так примерно снимал я хочу сказать и вы так можете снимать просто около окна жанровая сценка за просмотром альбомов вот три барышни сидят около окна на окне около окна вот молодые люди вот поставленный кадр конечно поставленный кадр но он достаточно живой чтобы вот собрать всех детей как говорится и каждый занимать как бы занимается своим делом кто-то читает кто-то смотрит очень интересные фотографии около храмов у него много таких снимков здесь как бы сказал экран рекламная пауза может быть немножечко постановочный снимок может быть трудно было сделать такой репортажный снимок потому что вот здесь но как бы вернулся все равно в жизнь барышня проходит подает милостыню мужчине мужику рядом с ним сидит на его вну мужчина в лаптях мальчишка он тоже протянул ручку но он босиком вот еще одна фотография тоже как при входе в храм барышня подает на милостыню старику рядом сидит внучок старик тоже лапти на на мальчишка он босиком как художник андрей карельна старался приблизить свои работы к лучшим произведениям живописца то есть вот когда уже фотографы многое освоили и имели образование типа такого художественного они все равно стремились к живописи но у них живописи а к мотивам как бы связанные живописи восемь шестом году вместе с иваном шишкин он создал альбом нижний новгород сразу кожу с раскрашенными акварелью фотографиями местного дворянства и купечества этот экземпляр нам был подарен александру второму и он хранится в государственном русском музее и мне очень нравится вот как о нем написал фотограф сергей прокурин горский карелин первым доказал всему миру своими многочисленными фотографическими этюдами композициями что художество и фотография стоят в самой близкой непосредственной связи что фантазия художника фотографа его изящный вкус выбора сюжета в картин полных мысли могут быть осуществлены фотографии то есть уже вот с того времени но фотографы стали не только снимать портреты но и были как фотохудожники я хочу сказать что вот когда я читал о шишки не его мимо о нем да шишкин очень часто использовал когда он ходил на на терморты он использовал фотоаппарат он брал с собой фотоаппарат снимал и потом с помощью этих фотографий он писал свои пейзажи очень интересная фотография жанровая уже не просто вот как бы а уже действительно как то вот здесь как то вот типа какого-то живописного полотна но это фотография на бабушка беседует с внучкой на за чтением письма вот такая интересная композиция построена причем около окна сидит женщина который читает рядом вот на темном фоне женщина на белом сидит на кресле а в темном просвете дверном дверном проеме женщина в белой блузке ну они все как бы вот слушают что читает как читает женщину письмо а парнишка который сидит вот на такой табуреточки ну вот он как бы и и слушает и смотрит а что делает фотограф летописец петербургской жизни карл булла известнейший на фотограф петербургского фотографа карл буллу называют отцом репортажный в фотоискусство это и летописца летописцем петербургской жизни он одним из первых получил разрешение на уличную фотосъемку и стал единственным фотографом кто был удостоен нагрудного знака фотограф санкт-петербурга нагрудный знак даже был восемьдесят третьем году в своей лаборатории он производил сухие броможелатиновые пластины его изобретением пользовались по всему миру броможелатиновые пластины они давали немножко такой кричневатый тон такие как бы тональные были они были приятные были и потом появилась бумага бром портрет на которой мы печатали вот с таким кричневатым оттенком и я печатал такие фотографии на своих снимках было запечатлел значимые события россии спуск на воду крейсера аврора наводнение в 903 году которое было в санкт-петербурге празднование трехсотлетия дома романовых революцию семнадцатого года и позднее в собственной типографии он печатал открытки с видами столицы ну и который естественно продавали ну на вот эту фотографию вы уже видели вот так на фотограф карл была ходил своей камеры и делал фотографии петербурга ну это тоже было как репортажная такая фотокамера крейсер аврора спущены на воду в новом адмиралтействе новый крейсер первого ранга аврора вот интересно да была репортер снимал для газет и журналов не в огонек столицы и усадьба для немецких газет журналов девочке и иллюстрат цайт он карл была снимал также и портреты он снимал императора николая второго петра столыпина горького шаляпина куприна репина матильду кшесинскую космос к 80-летию на льва толстого фотограф ввел более ста на снимков ему его вот очень интересная на фотографии карл был это на внутренний вид пассажа я был в восторге когда увидел эту фотографию она немножечко постановочно почему расставлены на персонажи замерли по принципу стоять не вот все замерли но какая колоссальная глубина резкости четкости и так называемая на линейная перспектива на этом снимке но какое качественное изображение вот этого пассажа петербург интереснейшие фотографии но это уже даже знакомые строение которые до сих пор еще остались петербурге вот как бы рекламка фотографа карл була с камерами с фотоаппаратами со штативами внизу как он снимает портреты на торжестве в санкт-петербурге одном из празднований насколько интересны вот эти вот фотографии вот эта фотография это леп летопись вашей жизни а это была на летопись на жизни тех времен петербургские модницы как интересно на белом снегу около медного всадника на в питере вот расставлены эти замечательные модницы поправляют туфельки ну это сапожки мы так не туфельки даже зимой сапожки но как интересно вот эта группа сделана по композиции очень интересно а это слева сын карла булы который берет интервью участника соревнований по французской борьбе это на фотографии 900 1912 года ну вот и сына запечатлел так здесь обратите внимание фон интервью с борцом венок победителя вот там на заднем фоне вот этот граммофон который и может воспроизводить и в то же время типа как записывать какие-то слева на букет цветов для того чтобы уравновесить композицию очень интересный портрет толстого в ясной поляне и вот интересное семейство карла була он вот в центре справа это его сын и вот все и все семейство була вот фотография на пирогова стасова горького и репина которая была сделана в кокола в 1905 году вот слева пирогов дальше идет стасов горький и репин насколько вот такая фотография интересно именно когда он собрал сразу настолько интересных людей вместе вот уже карл була со всеми наградами почестями уже достаточно взрослым как говорится в возрасте мне вот эта фотография нравится я нашел в интернете слева молодой карл була а справа уже как бы в таком взрослым и уголок на питера который он снимал какой-то кораблик плод домик на неве и в питере величайшему фотографу карли буле поставлен памятник и недавно о нем был сделан фильм по телевидению показывали я не помню то ли в субботу то ли воскресенье очень интересная личность фотограф и гравер альфред федецкий все успеваем федецкий альфред константинович известный русский фотограф польского происхождения один из первых кинематографистов российской империи он снял первый российский кинофильм выполнил значительное количество фото портретов известных людей российской империи в том числе членов императорской фамилии но их снимали все великие фотографы правда альфред федецкий закончил фотографический институт при академии художеств в вене позже он переехал в киев и стал работать в ателье высотского где его вскоре назначили управляющим и доверили делать фотографии величай высочайших особ ну вот федецкий вот примерно так он снимал это как бы фотография самого федецкого и вот фото которые сделаны слева вот простые люди типа базара лошадь там едет справа барышни типа женской такой гимназии какой-то ну интересно вот эти вот снимки которые показывают историю России в 86 году федецкий перебрался в Харьков фотографический центр тогда юга России там он открыл собственное фотоателье и федецкому принадлежат фотографии членов императорской фамилии Иоанна Кронштадтского, Петра Чайковского, Ивана Айвазовского в 88 году на всемирной выставке в Брюсселе федецкий получил золотую медаль и за кадры с крушением императорского поезда около станции Борки высочайшую благодарность императора Александра Третьего федецкий он много снимал Чайковского и вчера вот мы были с женой в музее Чайковского в Москве и я увидел несколько фотографий федецкого в этом музее интереснейшие фотографии вот так они примерно фотографии с фотографией а вот она оформлялась как бы с рекламкой Альфреда Федецкого со всеми его наградами и так далее и так далее вот и внизу как интересно написано Харьков жанровые пейзажные портретные фотографии альфред федецкий старался приблизить к живописным рисункам в 1901 году мастер изобрел новый способ съемки который позволял имитировать гравюру на цветном металле действительно новый род съемки изобретенный федецким дает поразительно анатомическое сходство сохраняя экспрессию характер от цветы кожи и малейшие изгибы лица глядя на эти снимки никто не скажет что это фотография а не превосходная старинная гравюра и замечательно что чем пристальнее и дольше вглядываешься в эти снимки тем сильнее их впечатление и тем больше они нравятся так писала о нем газета Харьковские кубернские ведомости в 1901 году вот интересная фотография Чайковские и музыканты а это вот дом федецкого на улице Сумской а слева очень интереснейшее свидетельство которое выдано дано на основе циркуляра министра внутренних дел от 27 декабря 1865 года фотографу федецкому согласно прошению в том что мною разрешено ему заниматься в городе Харькове фотографическими работами что подписано и приложено казенной печатью удостоверяю вот разрешение на съемку вот так вот за подписью губернатора и вот его так как бы визитная карточка была фотограф публицист теперь на Максим Дмитриев он жил он родился в 58 году и дожил до 48 года по праву считается одним из основоположников публицистической документальной и социальной фотографии в России в 79 году Дмитриев перешел в фотоателье Лейбовского в Нижнем Новгороде а через два года стал помощником Андрея Карелина тогда уже известного на весь мир и Максим Дмитриев Максим Дмитриев учился профессию московского Михаила Настюкова он выходец Дмитриев из Тамбовской губернии ученик церковно-приходской школы к началу 1900-х годов он становится ведущим фотографом Москвы основатель фотоателье через который проходят ведущие люди времени Бунин, Шаляпин, Горький ну конечно помним и чтим Дмитриева за его летописные фотографии по Волжье в них сосредоточена самобытная и жизнь и уклад России умело подмеченный гениальным фотографом вот портрет самого Дмитриева ну о портрете будем говорить особо просто сразу подчеркну как интересно сделан портрет где вот здесь изумительное выражение лица поза руки Горький и Шаляпин и вот фотография она вот архив да и вот внизу Дмитриев в Нижнем Новгороде то есть вот как бы это такая на такую визиточку наклеивалась фотография которая и выдавалась потом заказчикам Максим Дмитриев фотографировал старинные памятники Волжского края местности охваченной бедствием и фотографии города вошли в альбом неурожайный 91-92 год в Нижегородской губернии и позднее эти фотографии проиллюстрировали книгу историка Чешихина Лев Толстой и голод Рискуя даже здоровьем Дмитриев снимал врачей и сестер милосердия которые лечили больных тифом разоренные деревни ночлежки и работы мастера оценили золотой медалью на Парижской международной фотографической выставке и почетным дипломом на выставке в Амстердаме много он снимал конечно и в Нижний Новгород и как говорится в окрестностях и в основном снимал вот таких простых людей вот первое обратите внимание в чем одеты в чем обуты мальчишки просто босиком одет в лаптях вот рабочий который может быть даже на Волге типа как бурлаки да спешу написать вам эти немногие строки но мне довольна их чтобы сказать вам что я в неописанном восторге от ваших фотографий особенно от картин голодного года я ничего подобного не видел нигде в Европе смею сказать я много видел и здесь и в Европе это из письма критика Владимира Стасова и в объективе Дмитриева были почти все важные события Нижнего Новгорода визит Николая второго трехсотлетие дома Романовых конечно он часто фотографировал Горького Шаляпина Левитана Маковского Бунина Андреева Короленко и также он снимал самый длинный создал самый длинный в мире фоторепортаж он запечатлел почти каждые четыре километра реки Волги и ее окрестностей это вообще уникальный вот репортаж труд колоссальный горький интересный портрет редкий портрет редкий редкая такая фотография очень интересная фотография как бы у ночлежки вид на Нижний Новгород ну с одной стороны и Кремль все так же стоял и стоит да здание как изменилось конечно набережная набережная сильно изменились но вот фотографии 1890 год сделаны с левого берега Оки старцы ну это как женский монастырь наводнение в Нижнем Новгороде пионер цветной фотографии Сергей Прогудин-Горский изобретатель цветных фотографий Сергей Прогудин-Горский учился в императорской военно-медицинской академии и одновременно академии художеств его всегда увлекала фотография и результаты своих исследований он размещал в тематическом журнале и книгах по фотографии в 35 лет Прогудин-Горский стал членом фотографического отдела императорского русского технического общества он регулярно делал доклады о своих исследованиях в области фотографий творчество известнейшего русского фотографа изобретателя педагога Сергея Прогудина-Горского насчитывает около двух тысяч стеклянных цветоделенных негативов запечатлевших многовековую культуру российской империи в канун грандиозных потрясений и Сергей Михайлович Прогудин-Горский в течение первых 15 лет двадцатого века реализовал грандиозный проект цветную съемку российской империи он очень много снимал и первые были цветные его фотографии и именно они сохранились но много интересных вот таких сюжетов он снимал в сельской местности на дрезине как едет начальство храмы ну интереснейший то есть вот насколько хорош цвет качество снимка в 1900 году черно-белые снимки Прогудина-Горского они участвовали во всемирной парижской выставке а через год он открыл фотоцинкографическую и фототехническую мастерскую в Питере настоящая революция в области фотоискусства началась с его статей о принципах воспроизведения цвета Егорскому первому в России удалось получить цветное изображение и качество его снимков превосходило даже иностранным все-таки наши ребята делали лучше чем иностранцы но не все к сожалению уже 1903 года он фотографировал виды и людей Российской империи в цвете ему принадлежат знаменитые снимки начала двадцатого века Лев Толстой в Ясной поляне команда парохода Шексна Эмир Бухарский в Узбекистане крестьяне из разных уголков страны вот фотографии Эмира Бухарского ой я прям был в восторге когда ее увидел первое качество цвета такое ощущение что это вот как вот сегодня снято вот с использованием даже и цветных материалов и цветного негатива и так далее но какое качество изумительнейшие цветопередачи ну много было портретов таких цветных всяких особ в юрке на сборе хлопка вот вот фотография простой колхозник там крестьянин в лаптях тоже смотрите какие замечательные фотографии это две грузинки снятые причем интереснейшие сделана эта фотография насколько вот я отмечаю качество цвета но по композиции немножечко я как бы вот та фигура которая стоит спиной вот она настолько отвлекает но это не важно а это портрет самого горского около горного ручья мастер русской светописи сергей лобовиков лобовиков начинал работать в ателье купца петра тихонова в 24 года в 94 году он открыл собственную мастерскую и в своем уже ателье установил электроподсветку которая позволяла ему фотографировать не только при дневном свете но также в пасмурную погоду и вечером вот это было редкостью в те времена в 908 году Сергей лобовиков стал председателем вятского фотографического общества вот насколько интересный его портрет его фотография насколько интересный вот молодой человек он снимал вот такие интересные как бы гравюры то есть он фон как бы размазал я хочу сказать что сейчас этим способом тоже пользуются интересные получаются фотографии то есть насколько вот история первопроходцы и то как фотография развивалась как она идет и развивается в наши дни интереснейший портрет мужика девушка серпом на плече на плече на плече у нее серпо серпо где серпо на плече у нее серпо интересный портрет какой ракурс прям просто великолепно а вот эта вот группа ребятишек насколько вот все босинки такие но вот насколько они увлечены что-то однопоказывает девчонка вот и всех как бы братик ее обнял изумительно вот эта композиция еще раз говорю снимайте снимайте все подряд ставьте композиции такая фото фотография это репортаж вашей жизни а вот интересная на реке композиция сидят девчонки на берегу на причальчике таком а вот это вот прялка ну можно конечно сказать что постановочный кадр потому что когда женщина придет то как вот дети ее влепили эту женщину конечно вот но вот сделать такой групповой семейный портрет около окна это изумительно вот еще один портрет а вот эта фотография просто прелесть рекламная пауза обратите внимание девочка она укачивает младшего ну наверное сестренку или братика но непринципиально она естественно босенькая она сидит она качает эту люльку с помощью вот этой веревки она уже сама притомилась и задремала слева слева видимо отец прилег на лавке на лавке просто на лавке прилег на лавке босой ну вот интересная фотография деревни тех лет за живописные фотографии крестьянского быта портреты детей из сельских пейзажей сергей удостоен бронзовой медали на парижской всемирной выставке я фотограф мужицкий мой объект мужик быт его меня интересует со всех сторон говорил мастер и через два года фотографа избрали почетным членом лондонского общества изящных искусств какая была цель идея руководившая мною в течение всей моей жизни эта цель поднять сколько позволяет мои силы фотографическое искусство прежде всего в нашем захудалом городишке а может быть и больше писал Сергей Лобовиков интереснейшие фотографии того времени женщина с посуды ее наряд удивительная вот фраза наряд одежда рваная такая мужик в лаптях собирает бочку просеивает зерно первая русская женщина-фотография Елена Мрозовская Елена Лукинична Мрозовская первая в России женщина которая занималась профессиональной фотографией она запечатлела на своих снимках писателей и ученых актрисы и аристократов ею восхищались фотографы современники Мрозовская в истинном смысле женщина-пионерка среди выдающихся фотографов России и начала свою деятельность как и многие предаваясь занятию фотографии как любитель так писал о Мрозовской классик цветной фотографии Прокудин Горский вот насколько прекрасная шикарная дама Мрозовская дорогие мои это я к тому что женщины начали входить фотографический мир как фотографы они сейчас так бурно занимают на эти места и становятся очень интересными сильными фотографами фотохудожниками репортерами так чего-чего-чего вот она за работой вот ее как бы визитная карточка и как она снимала портреты творческих людей фотограф любитель из Санкт-Петербурга Мрозовская училась фотоискусство в Париже известного французского мастера Нодара а в 1994 году она открыла собственную художественную фотографическую мастерскую на Невском проспекте и она снимала Римского Корсакова Комиссаржевскую Глазунову Матильду Кшесинскую вот Матильду Кшесинскую она снимала очень много она она была официальным фотографом Санкт-Петербургской консерватории ей принадлежат первые снимки интерьеров учебного заведения она засняла знаменитый маскарад в Зимнем дворце и один из снимков тонированный портрет княгини Ольи Орловой с кокошником он находится в Эрмитаже вот интересный вот портрет с кокошником ну интересные вот фотографии портреты как говорится величественных вельмож вот мне думается что в основу работы каждого портретиста и профессионала в особенности должна непременно быть положена известная идейность исполнения и в действительности оно так и есть и такие и таких фотографов совершенно правильно называть фотографами художниками их очень немного не только в России но и во всем мире их числу их принадлежит и Мрозовской за которой имеется еще и та особенность что из женщин она пионерка в этой отрасли искусства писал о ней Прокудин Горский ну вот на Мрозовской прекрасный ой ну вот на этом как бы я уложился в час девочки вот я хочу показать вам несколько снимков осени и сказать вам последние денечки когда можно сделать очень интересные фотографии уходящей осени разные интересные это я поснимал в парке поснимал вот эти вот мои любимые отражения мы об этом будем говорить на наших занятиях я просто вам как бы за травочку что интересно поснимать когда я вот даже вот этот кадр снимал вода была гладкая гладкая я взял просто камень кинул пошли волны и вот в этих волнах я поснимал отражение то есть ну я я как импрессионист вот детали пейзажи снимайте снимайте против солнца в контровом свете а здесь ну это я потом как-нибудь покажу сейчас времени уже на это а это я снял интереснейший сюжет просто около высотного здания когда я находился я увидел как самолет совершил вот такую интереснейшую дугу и как бы вот соединил вот эту это здание и этот пик шпиль с вот этим самолетом вот на этом дорогие мои я с вами расстаюсь встретимся уже мы с вами встретимся мы уже с вами на следующей неделе я хочу пожелать вам интереснейших фотографий уходящей осени сейчас красивое время берегите себя главное здоровье 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 хорошие фотографии хорошего настроения все всех вам благ дорогие мои пока пока до следующей недели спасибо евгений до свидания спасибо большое ну я рад что вам хоть немножечко нравится спасибо дорогие мои спасибо 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 спасибо